Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И заканчивая разговор о послании апостола Иакова, мы обратимся сейчас к пятой главе, где апостол в конце своего письма помещает целый ряд довольно кратких, практических наставлений, которые он считает необходимым, чтобы его читатели услышали. И первое, о чем он говорит, в общем, об отношениях между людьми вообще, в первую очередь между богатыми и бедными. И главным образом о плате наемников. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, выпьет. Он обращается к богатым, говоря, рыдайте о своих бедствиях, потому что ваше богатство сгнило, и золото ваше заржавело. Почему заржавело? Потому что вы обманываете людей, вы удерживаете плату, вы несправедливы. Затруднительно сказать, насколько инвектива апостола Иакова была актуальна для его адресатов. Возможно, это скорее такое предупреждение, потому что среди христиан было не так много богатых людей. А если и были, то довольно трудно представить себе, чтобы они совершали вот такие вопиющие социальные несправедливости, удерживая плату, задерживая зарплату, как теперь мы бы сказали, и обирая бедных, обирая тех, кто на них работает. Поэтому, повторяю, вероятно, это некоторое предупреждение, и в целом апостол хочет, чтобы его читатели увидели, как эта человеческая несправедливость насилия, хотя бы экономическая насилия одних над другими, сродни смерти Христа. Он говорит, вот вы, имею в виду вы богатые, осудили и убили праведника, и он не противился вам. Таким образом, апостол, собственно, еще говорит о том, что смерть Христова разделяет таким образом страдания вот угнетенных, тех, кого грабят, за чей счет наживаются богатые. И еще одна очень важная вещь в этом абзаце, конечно, то, что он говорит, что вопли несправедливо угнетаемых дошли до слуха Господа Саваофа. Это важно, Бог слышит эти вопли несчастных и всегда помнит о них. Далее, следующий фрагмент пятой главы, он смотрит на то же самое с другой стороны, поэтому говорит о долготерпении. Братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Говорит, вот как земледелец он посеял, он ждет, пока вырастет, когда вырастет, тогда будет урожай. Вот так вы, братья, будьте долготерпеливы, потому что мы сейчас, говорит он, в некотором промежутке между первым пришествием и вторым. И никто не знает, не наше дело знать времена и сроки. Да, пришествие Господне приближается. Да, приближается, и с каждым днем оно все ближе. Но вот от нас сейчас требуется стоять в этом долготерпении и в верности Христу. В верности Христу. Вот, говорит он, поэтому посмотрите на Иова, который терпел, и конец его был благодетелен, потому что Господь весьма милосерд. Вот эта, собственно, идея тоже чрезвычайно важна, потому что Иаков не говорит о том, что вот прямо сейчас очень скоро. Говорит, да, приближается. Пришествие Господне приближается. Но вот он призывает своих читателей выстроить свою жизнь в правде, независимо от того, насколько далеко или близко от нас этот день пришествия Господня. И вот он говорит, возьмите в пример пророков, которые говорили именем Господнем. И все эти пророки не дожили до дня Господа Иисуса Христа. Да, они жили кто за восемь сотен, а кто за четыре сотни лет до Христа. Но все они были направлены к Богу. Вот это важно. И с них он предлагает нам взять пример. Далее, повторяя призыв об избегании клятвы, почти слово в слово, совпадающий с евангельским призывом «Не клясться ни небо им, ни землей надо будет у вас, да, да и нет, нет». В самом конце пятой главы апостол Иаков говорит о молитве за болящих или о болящих. По-видимому, это была распространенная очень практика в первых христианских общинах, которые мы вот как раз видим в этом послании. Он говорит, ну, если кто-то из вас страдает, пусть молится, а если радуется, пусть поет псалмы. То есть, благодарит Бога, чтобы и радость, и скорбь, которые даны нам в нашей жизни, которые мы переживаем, они были соотнесены с нашей верой, соотнесены с Богом. И вот поэтому, говорит он, если кто-то болен, пусть позовет старейшин церкви и помолится над ним, помазав его елеем. Следовательно, такова была, по-видимому, практика молитвы о болящих в первые десятилетия после воскресения Христова, когда некие старейшины, не очень понятно, на самом деле, насколько иерархические должности здесь имеются в виду, или саны, скорее нет, чем да. Но вот он говорит, апостол говорит о более опытных христианах, о тех, кого можно так или иначе назвать старейшиной. Вот пусть они придут и молятся о болящих. И тогда, говорит он, молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. Смотрите, продолжая эту мысль, апостол говорит, «И если он соделал грехи, простятся ему». То есть апостол Иаков совершенно не имеет в виду, что если человек согрешил, вот он заболел. Если он заболел, значит он согрешил. Здесь нету прямой связи. Он говорит, пусть придут, помолятся над ним, помажут елеем во имя Господне, молитва веры исцелит болящего. Ну, если он соделал грехи, если есть за ним что-то, то простится. Но может быть, что и нету. То есть он вполне допускает себе ситуацию, когда нечего прощать человека, но он болеет все равно по каким-то необъяснимым причинам. В этом смысле, конечно, апостол Иаков вполне тоже следует евангельской, а не ветхозаветной логике. Как Господь говорит однажды своим апостолам, что вы думаете, те 18 Галилея, на которые упала башня Силамская, были грешнее всех в Иерусалиме в этот день? Так и здесь. Иаков говорит о том, что там дело, наверное, не в том, соделал он грехи или не соделал, а иначе, по-другому как-то. Но ваша задача, говорит он своим читателям, молиться о болящих, молиться о болящих, не пытаться рассудить и разъяснить, что он там такого новотворял, что вот там, значит, ему за это отвесили тыльную болезнь. Нет, наша задача не судить, а молиться. Именно поэтому он и приводит этот пример здесь в конце, и он очень связан со всем остальным, что говорил апостол перед этим. И еще вдобавок, тоже чрезвычайно важную для христианской практики вещь, он говорит, признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Ну, конечно же, речь идет о покаянной молитве, когда мы просим Бога прощения, признаемся в своих проступках, и апостол Иаков предлагает это делать друг перед другом, не как какой-то там иерархический ход или событие, да. Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться, признаваясь в проступках. Вот это тоже очень важно увидеть. Мы привыкли думать, что эти слова имеют отношение к установлению таинства исповеди. Вероятно, имеют, но только таинство в этом случае выглядит вообще по-другому, не так, как мы привыкли. Он говорит, вы друг другу признавайтесь и друг за друга молитесь. И вот такая усиленная молитва действительно может очень много. И, наконец, последнее, завершая это свое письмо, апостол Иаков обращается к тем, кто проповедует, к тем, кто учит, наверное, про кого он сказал в середине послания, не все из вас, братья, делайтесь учителями. Он говорит, если кто из вас уклонится от истины, его кто обратит, знает пусть, что обративший спасет душу от смерти, обративший грешника от ложного пути. Дело в том, что апостол в течение всех пяти глав говорил о том, что вообще следите за своим языком, не говорите ничего немирного, не судите. И все это, безусловно, так. Но могло создаться впечатление, что тогда, ну и пусть там все неправильно поступающие поступают, как хотят, мы не будем их судить, чтобы не нарушать мир. Нет, нет. Милость превозносится над судом, но все-таки милость и истина встречаются, правда, и мир. Поэтому апостол в самом конце говорит, ну, друзья, надо стараться, чтобы уклонившиеся от истины вернулись, вернулись к Господу Иисусу Христу. Таким образом, мир, хранить, который призывает апостол, вовсе не является безразличием и согласием на, так сказать, равнодушное отсутствие окружающих людей. Поэтому это действительно очень такое общинное послание в целом. Анастасия Продолжение следует...